всем привет продолжаем путешествовать по моему маленькому при маленькому городку и вот забрел я на улицу марата дом 14 архитекторы андерсон стиль необарокко так написано в ресурсе city волкс это собственный дом радищего доходный дом ржевутской андерсон карл карлович архитектор русский архитектор по происхождению швед академик архитектуры окончил петербургской академией художеств обучался в академии художеств у брюлова архитектор попечительского совета заведения общественного презрения работал собственно его императорского величество канцелярии в петербургском градоначальстве по его проектам были построены очень многие здания в тирбурге И в Пскове, Нарве, и также в Копенгагене. В середине по XVIII века в глубине участка находился деревянный дом семейства Рубановска. А Радищев женился на их дочери и в начале 1780-х годов построил собственный каменный дом с фасадом на Грязную улицу. Ну, вот это и есть улица Марат, раньше она называлась Грязная. И при доме был сад, пруд, березовая аллея. Вот так вот. Ну, немножко, конечно, Радищева. Александр Николаевич Радищев, российский прозаик, поэт, философ, де-факто руководитель петербургской таможни, участник комиссии по составлению законов про Александра I. Стал известен благодаря своему основному произведению путешествия из Петербурга в Москву, которое издал анонимно в июне 1790-го года как раз в этом здании своей собственной типографии на Марата 14. Раньше она называлась Грязная улица. Интересная тоже судьба у человека был пожалован в Пажи, направлен в Петербург для обучения в Пашеском корпусе. А Пашеский корпус готовил не ученых, а придворных. И Пажи были обязаны прислуживать императрице на балах, в театре, за парадными обедами, ну и так далее. Затем был отправлен в Германию, в Лейцепский университет для обучения права. Конечно, за границей он почувствовал вкус, запах, как говорится, свободы, запах буржуазной революции, какие-то передовые идеи французских просветителей. Ну, в общем, набрался, как говорится, колоссально расширил свой кругозор. После этого он вступил в службу в Сенат по приезду в Петербург. Он вернулся из-за границы. Недолго он прослужил в Сенате, тяготил товарищества, приказных, грубые обращения начальства. Из Сената он поступил в штаб, командовавшего в Петербурге генерал-аншефа Брюса в качестве обер-аудитора. Здесь, в штабе, он выделялся добросовестным и смелым отношением к своим обязанностям. Вышел в отставку, женился на сестре своего друга, полиции Гуанни Васильевны Рубановской. А спустя два года поступил на службу коммерс-коллегию, которая ведала торговлей промышленностью. Дружился с графом Воронцовым. Работал в петербургской таможне. Как раз в это время он начал жить по адресу Грязная улица 14 или улица Марат. Ну, в результате он напечатал твое сочинение «Путешествие Петербурга-Москву». Книга стала раскупаться, но она была крамольная в то время. Это книга рассуждений о крепостном праве и других печальных явлениях тогдашней общественной и государственной жизни. Конечно, эта книга обратила на себя внимание самой империатрицы, которой кто-то доставил путешествие и которая назвала Радищева бунтовщиком хуже Пугачева. А Радищева был арестован, дело его было перепоручено Шишковскому Степану Ивановичу. А это тайный советник, который состоял при особых поручениях от ее императорского величества в делах. Кстати, он заведовал тайной канцелярией. Только одно имя Шишковского нередко пугало арестованных, как написано в Википедии. Так вот, говорят, что когда Радищеву сказали, что пришел человек от Шишковского, то при одном этом имени Радищев упал в обморок. И действительно, пан Иванович Шишковский был очень таким серьезным человеком. Сам участвовал в пытках, принимал участие. Был приближен к императрице Екатерины II. Сохранялись рассказы о том, что Шишковскому приходилось не только подвергать пыткам других, но и саму в молодые годы терпеть побои. Да еще какие! Так Соковнину такая фамилия прозвучала в Википедии, утверждает, что Шишковский, будучи однажды пойман кадетами пажеского корпуса, был немилосердно высечен ими. Еще чаще, конечно, доставалось Шишковскому отдельный смельчаков, которые, поймав его где-либо в укромном уголке, не раз сдавали ему за все испытанное в его застенках. Но это, видимо, конечно, в молодые годы. Потом-то он занимал огромное положение, у него была охрана, ему, в общем, было нипочем. Вот такой был Шишковский Степан Иванович, начальник тайной экспедиции при Сенате, имя которого, одно только имя, наводилось страх. И вот этот человек вел дело Радищева. Конечно, страшно. Радищев был посажен в крепость, на допросах Радищев вел линию защиты, не назвал ни одного из своих помощников, берег, конечно, детей, старался сохранить себе жизнь. В результате получил приговор к смертной казни. Приговор передан в Сенат. Сенат утвержден в обеих инстанциях, представлен Екатерине. Екатерина заменила мертвную казнь по милосердию, как написано в указе, и для всеобщей радости заменила ему десятилетней ссылкой в Сибирь, в Римский остров. На приказе о высылке Радищева императрица собственно рукой написала. Едет оплакивать плачевную судьбу крестьянского состояния, хотя и то неоспоримо, что лучшей судьбы наших крестьян у хорошего помещика нет во всей вселенной. Но это она вот ковырнула по поводу книжек, которую он написал. Павел I вернул Радищева из Сибири, затем Александр I даровал Радищеву полную свободу. Он был вызван в Петербург и назначен членом комиссии для составления закона. И вместе со своим другом и покровителем Воронцовым работал над конституционным проектом, который назывался «Все милостивейшая жалованная грамота». Ну а граф Воронцов Александр Романович это канцлер Российской империи, сын генерала-аншефа графа Воронцова, брат известной княгини Дашковой, графини Воронцовой и дипломата Воронцова. Вот уже такие ребята были. Александр Николаевич Радищев умер в сентябре 1802 года в Петербурге. Существует несколько версий. Первая версия самоубийства, потому что у нее был конфликт, как бы сейчас сказали, конфликт на работе. Понервничал, припругнули его каторгой, вспомнили ему старые дела. Он взял и выпил яд. Это первая версия. Хотя версия неубедительна, потому что он был похоронен по православному обряду на кладбище, около храма. А вы знаете, что вообще тех самоубийств никогда не хоронили на кладбище, в социальных местах, за оградой. Но вот по второй версии историк Бабкин пишет, что он выпил крепкой царской водки для выжиги старых офицерских и полет, своего старшего сына. Ну и в документах, конечно, о захоронении говорится о естественной смерти. И в видимости церкви Волковского кладбища написано, что 13 сентября 1702 года в числе погребенных указан калишки советник Александр Радищев. 53 лет. Умер чахоткою. При выносе был священник Василий Налимов. Надо сказать, что он был дважды женат. Сначала на Анне Васильевне Рубановской. В этом браке родилось четверо детей. Василий, Николай, писатель, кстати, автор поэмы Алеша Поповича, Екатерина, Павел, четверо у него было детей. Анна Васильевна, первая жена, умерла при рождении сына Павла в 1783 году. И вскоре после высылки Радищева к нему в Ильимск вместе с его двумя младшими детьми Екатериной и Павлом приехала младшая сестра его первой жены Елизавета Васильевна, Рубановская. В ссылке они начали жить как муж и жена. И в этом браке у них родилось трое детей. Анна Фекла, которая вышла замуж за Петра Гавриловича Боголюбова и стала матерью известного русского живописца Мариниста Боголюбова и Афанасий, генерал-майор, подольский, витебский иковинский губернат. Ну вот это как бы маленький реман. В квартире Радищева в этом здании часто бывал писатель Новиков. А писатель Новиков это российский журналист, издатель и общественный деятель. Кстати, масон одна из крупнейших фигур русского просвещения. Именем Николая Ивановича Новикова названа первая масонская ложа, учрежденная 30 августа 1991 года до 30 августа 1991 года в маске под эгидой Великой Ложи Франции Ложи Николая Новиков. Вот так вот в конце августа 2011 года Ложа Николая Новиков отметила свое 20-летие. Вот здесь был Николай Новиков. В этом же доме с 1832 до 1836 год жил композит Александр Сергеевич Доргомышский. Александр Сергеевич Доргомышский в это время вот я посмотрел по библиографии скорее всего именно в это время он написал свою оперу или же именно в это время у него родилась идея написать оперу Эсмиральда. В четырех действиях она считается первой серьезной работой композитора. Либретто к ней ранее создал сам Юго по известному знаменитому роману «Собор Парижской Богоматери». Он был знаком Михаилом Глинкой с которым играл на фортепиано в четыре руки и занимался анализом творчества Битхоина Мандельсона и может быть как раз в этом доме а почему нет? Он жил по многим адресам на 8-й линии Васильевского острова Маховой ну а вот в 1832-1836 году вот именно в этом доме на грязной улице 14 или Марата 14 автор кстати знаменитой оперы «Русал Мазепа» эскизы «Каменный гость» ну и так далее вот такие вот люди же здесь жили все я вам рассказал уже как бы много времени вот такие люди жили на улице Марата 14 в этом доме да еще одна одна ремарочка здесь в этом доме в советское время при ремонте был найден тайник с документами и драгоценностями вот так вот все всем пока всем привет до свидания сказал я вам рассказал про дом на улице Марата дом 14 все пока-пока до свидания до свидания